Раз, два, три, Марс Клуб на связи, всем привет. Друзья, ну что ж, мы опять в том же месте, в то же время, с тем же Ильей и новой напитки. Да, друзья, всем привет. Мы опять же в Big Jim's Irish Pub находимся, и сегодня у нас совершенно другой гость. Сегодня мы с вами попробуем как раз-таки Blended Malt Scotch Whiskey Noble Rebel. Это новинка, которая совсем недавно приехала на российский рынок, да, вот так вот выглядит. Вообще в первый раз вижу. Казалось бы, очень ярко, но в то же время очень минималистично выглядит коробка. Noble Rebel переводится как благородный бунтарь. Бутылка вообще классно выглядит, она очень тактильная, ее хочется держать в руке. Но выглядит дорого. Выглядит дорого, да, и собственно так она и является, потому что цена данной бутылки в магазине Ladega Vine порядка 6 тысяч рублей. А, уже хорошо, да. Да. Сильно модно молодец. Noble Rebel переводится как благородный бунтарь, или как мы его прозвали между собой декабрист. Да, такая вот история. Ух ты, тут прямо написано типа Apple, Citrus, Vanille. И понятно, и рисунок такой. И рисунок, да. Как вы можете заметить, на рисунке... Blended Malt, понимаете, это же еще и Blended Malt. Это Лох Ломонт из региона Хайланд и Гленс Коши из региона Кэмпбеллтаун. Все же планы. Да, все же планы. Сказалось бы, что может соединять две вот эти различные дистиллерии, которые находятся достаточно далеко друг от друга. Все очень просто. Гленс Коши и Лох Ломонт принадлежат одному концерну Лох Ломонт Групп. Все просто вполне закономерно и ожидаемо была их коллаборация, которая вылилась в три релиза Noble Rebel. Так, тут 46 градусов. Они все 46 градусов, без красителя и без холодной фильтрации. Так, давай, давай. И, во-первых, стоит обратить внимание, и горлышко очень широкое. Она даже, видишь, да, она тоже брендирована. Noble Rebel все брендирована. Так, скажи, пожалуйста, где это вообще продается? Потому что вообще впервые вижу, вот настолько впервые, что даже в интернете не вижу. Эти релизы можно встретить в магазине Lada Gavine, пока только там, да. Опять же, мы активно работаем над их распространением, популяризацией. То есть это суперновинка, да? Это суперновинка. Это появилось вообще недавно. То есть вполне можно сказать, что мы с тобой что-то такое эксклюзивное пьем. Эксклюзивное пьем, конечно. Данный релиз, именно фруктовый взрыв, выдержан исключительно в бурбонной бочке. Здесь только бочки из-под бурбона, и на этикетке можете видеть. Яблоко, лимон, персик, ваниль, груша. И вот действительно фруктовый взрыв. Я вот ароматы прекрасные. Знаешь, что мне напомнило? Опять же, я уже отцовался на Чивос 18-летний. Очень он тоже фруктовый, очень свежий. Мне нравится. Слушай, ну ароматика потрясающая. Выдержка исключительно в бочках из-под бурбона. Лично я считаю, что это исключительная такая черта-почерк дистиллерии Вахломан. Так, ну давай пробовать. Мне прям очень не терпится это попробовать. Ароматика потрясающая. Действительно, даже слегка солоноватый какой-то вкус у него. Яблоко, груша. 46 чувствуется. Чувствуется. Но это прекрасно. Очень мягко. Это прекрасно. Это вот в лучших традициях тех шотландцев, которых я люблю. Потрясающе. Перейдем к следующему. Следующий релиз с не менее говорящим о себе названием «Ореховая гармония». Слушай, ну красавчики. Звучит хорошо. Мне очень нравится, когда ребята заморачиваются. Такие-то вкусовые виски, да? Это как есть вкусовая водка? Есть вкусовые виски? Ну, вкусовая водка, там добавки. Ароматизатор. А здесь все-таки именно идет нейролингвистическое программирование, которое тебе в голову подселяет, что ты должен почувствовать. Здесь у нас с вами вот так, куда выглядит коробка. И здесь у нас с вами изображены груша, орехи, медовые, соты. Блин, груша у меня тут сразу опа-опа. Груша это, конечно, может быть. Я не очень люблю грушу, но вдруг я не ту грушу пробовал. Не ту грушу пробовал, скорее всего, да. Попробуй царскую грушу. Я уверен, тебе понравится. Интегрируем, интегрируем другие бренды компании «Ладога». Ну так вот, собственно, за счет чего здесь достигаются вот эти самые вкусы. Повторюсь, никаких добавок сюда не добавляется. Нет, подлично. Выдержка в бочках из-под бурбона и финиш до выдержка в особо обожженных американских бочках. Я не могу терпеть, давай наливай. Более обу, конечно. Давай вот так вот. Ах, друзья, сам себе завидую, сам себе завидую. Вот это да. А ну, немножко, конечно, другой аромат. Похожий, свежий, свежий. Он, я думал, он будет более насыщенный, но нет. Очень приятный аромат. Не сильный, не выпирает. Да, ему нужно освоиться бокал. Действительно, кстати, именно ореховая гармония в бокале ощущается тише, скромнее, чем остальные. Да, у нас еще впереди спойлер. Я думал, ты есть, знаешь, как этот, шоколадку Альпенгольд с орехом ты ешь, и такой насыщенный вкус ореха я тут думал, почувствую. Или, знаете, что я вспомнил, вот Саша Кузьмин, наш оператор вспомнит, мы года три назад снимали ролик с Николаем Фоменко, как они назывались, Шниягер, он делал свои шнапсы, и там ореховый шнапс, он был настолько сильно выраженный орехом, лесным этим, что просто ты только, да там даже нюхать не нужно, ты наливаешь этот орех чувствуешь. Я ожидал примерно то же самое сейчас. Ну, вот такая у меня ассоциация. Ну да, мы с вами говорим о более классической, очень спокойной, ровной, не выпирающей, медитативной. Недерзкий пацан такой, знаете, который лезет, это уже взрослый мужчина, который такой говорит, подожди, не тросились. Взрыв, всплеска здесь гармония. Надеюсь, гармония, да, действительно, что-то медитативное, что-то спокойное. Очень спокойно, здесь нету какой-то дерзости, это удивительно. Но, тем не менее, я прочувствую здесь вдалеке этот орех, я вспоминаю его. Ну, виски уже подышал и прям, давай, за Кэмпбл Таун. А вот здесь мед, да. А вот мед подъехал, да. А, ой. Ты ждал мед, а вот мед. Слушай, ну, совершенно разное восприятие вкуса и аромата, и это тоже потрясающе, потому что ты его нюхаешь, нюхаешь и такой, ну вот, по-своему хорош, да? По-своему хорош, но он один. А вкусе другой, а послевкусе на языке маленькая, приятная такая сладость, и вот прямо она, ну нет, ну все хорошо. Не переслашено. Не переслашено. Не что нравится, не переслашено. Зачастую мед воспринимается как что-то безумно сладкое. Нет, нифига. А здесь прям гармония. Исключительно, да, гармония. Вот, опять же, отсылка к, господи, Джек Дэниелс, Хани, или там любой Джин Бим Хани. Где добавляется мед? Отвратительно. Я не могу, ну как, в смысле, простите, конечно, но очень сильно выпирает это, ну типа настолько, вот смотрите, сколько у нас меда, как будто вот никогда мы мед не ели. Но зачем? Это же убивает всю органолептику самого виски, он же виски сам по себе хорош, а там как будто кроме меда ничего нет, как будто ты медовуху пьешь. Ну, действительно, да. А здесь? Если говорить, опять же, о флеверсах, то там добавляется мед, чтобы его подчеркнуть, чтобы его, так сказать, со дна поднять, а здесь все очень мягко, гармонично и грустье. Вот здесь вот видно, что люди работают на каких-то гранях, на каких-то таких вот тонких линиях, да, и они подчеркивают каждый вкус, который он здесь есть, но при этом они его прячут, так что ты его должен найти. И вот они друг друга не перебивают. Ты можешь и найти грушу, и орех, и мед, и он везде хорош в тех или иных пропорциях. Свет, казалось, очень сейчас, что раньше считалось вполне нормальным, не красить виски, сейчас это кажется чем-то таким, вау, вы не красите свой виски. Казалось бы, ребята, вы что, не боитесь, что ваш виски на полках не будут распираться? А при этом ты знаешь, что в уравнении вот с этой партией, да, об этой фишке-то вас знает, но только те люди, кто пытается изучать алкоголь, потому что все остальные, они же, ну, обычные потребители. Дело в том, что я же общаюсь далеко не в кругу бренда массадоров или каких-нибудь алкоблогеров, да, а просто, в общем, обычных ребят. И когда я говорю, типа, ну, крашеный вискарик, в смысле, крашеный, говорю, ну, в смысле, ну, каждый виски красит, да ладно, и кому бы я не рассказывал базовую вещь, вот настолько базовую, все-таки удивляются, да, а здесь он не крашеный, ну, все-таки хороший. Так, ладно. Следующая, последняя позиция, крайняя, так сказать, крайняя, но сегодня последняя время в этом религии. Дымная симфония. Дымная симфония, ой, название уже говорит нам со мной, а много о цвет, мы, коль уж говорим о цвете. Темнее, да, потемнее, ну, потемнее, да, потемнее. Очень сильно потемнее. В чем особенность дымной симфонии? Здесь у нас с вами выдержка в Бурбоне, а финиш в бочках из-под красного вина региона Риоха, Испания. О, звучит это очень вкусно, это очень мощно. Дымная виска в бочках из-под красного испанского вина. И, в общем-то, дымного виски в этой линейке не могу не быть, потому что у нас есть с вами яркий фруктовый, медитативный, спокойный медовый. И дымного здесь прям вот напрашивал за дымной виски. Вот, у нас есть с вами, он попадает в наш с вами бокал. Не могу не обратить внимание на цвет зрителей, смотрите, приблизительно, да, такой бронзовый цвет этого виски, который за счет выдержки в бочках, финиш в бочках из-под испанского вина региона Риоха, он нам с вами дает как-то вот это вот мерное... Испанское вино, да? Ну, давай понюхаем. Ой, ну здесь прям вот... Ну, вот это вот, да, это уже взрослый виски, такой более мужской, если... Самобытный. Если вот это вот такой, типа, девочек удивить, девчонки на вечеринке, классный вискарик, это дома с женой вечером в воскресенье, а это в компании друзей, под ту же, например, сигару, да, ты говорил, кто спорит, не спорит, но это как будто я бы распил с отцом, например, вот такой, знаешь, вот вариант. Удивительно, что, в первых, у тебя фигурируют женщины, для девчонок, с женой, с отцом. Настя, прости. Ну, у меня... Ладно, не будем об этом. Да, не будем... Не будем палить. Это тема отдельного ролика. Так, ну... Шикарно, шикарно. Причем, дым, я не так давно стал различать дымный виски именно на медицину, на копченые тона. Я понял, о чем это, да. И вот именно... Я никогда не тянулся об этом. Вот, да, дым, дым многообразный. Когда говорят, пахнут криозотом, бинтами мазь Вишневского, это вот медициночка. У меня не нас, я не так давно приехал из Ставрополе из командировки, и один дымный виски у меня назвали аромат распильного зуба. Блин, а... Звучит, звучит неплохо. Ну, и прямо, что меня... Но я не встречал ни разу, да. Я не встречался с ароматикой распильного зуба, но, тем не менее, друзья. Медицинские тона, потом копчение, это копченые ребрышки, паприка копченая, барбекюшная история. И вот здесь вот для меня дым какой-то, знаешь, еще есть третий дым, это затушенная сигара, пепел, костер, вот что-то такое походное, да, вот, дым. Разные дымы, да, дым многообразный. Никогда не задумался об этом. Подытожен, да, один из тезисов, дым многообразен. Ну, необычно, да, знаешь, вот, нравятся сложные вкусы, сложные ароматы, потому что тебе хочется их разбирать, и тебе их хочется нюхать. Когда виски прост, но хороший, язык, ну, все понятно. Все понятно. Да, и все понятно, и здесь можно тут, да. А здесь можно тут, да. А для меня этот виски, вообще, меня очень часто спрашивают друзья, коллеги, как я пью виски. Во-первых, мне хватает потребления во время работы. Друзья, будем честными, Brent Ambasador... Много пьет? Много пьет, много пьет Brent Ambasador, но... Бедняга. Хорошая, так себе работа, как... Работа, великая, работа мечты. Ну, так вот, если я пью дома, у меня большой бар достаточно, но я пью чаще всего, либо за просмотром какого-то кинофильма, включаешь фильм, наливаешь буквально вот столько, и смакуешь... И растягиваешь это на очень долго, да, 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 вот это я тебе беру. Либо с книгой, с книгой вообще тоже идеально наливаешь, читаешь и пьешь. О, ароматико великолепно. Прямо ароматику, причем здесь она очень гастрономична. Я даже не хочу пить, вот знаешь, когда аромат... Нет, да они все такие, как будто их можно долго нюхать. О, хорошо. А вот вкус у него дыма во вкусе гораздо больше. Дыма больше во вкусе, согласен. Неприятное послевкусие, сладкое пошло, дым со сладостью. Блин, ну комплексно. Комплексно, вкусно, офигенно, свежо, очень хочется в эти напитки уходить головой, погружаться. Эти напитки, наверное, все-таки мне до вечеринки, в них хочется вот растворяться. Ну, отлично, ты меня удивил, я тебе сказал. Очень, очень гармонично, очень симфонично, да, казалось, название «Дымная симфония». Видно, что эти напитки сложные, они все-таки далеко не простые, не одноразовые, не на побухать, это напитки на исследование, это понаслаждаться, и это здорово. Три совершенно разных, но в то же время очень похожих, классных образца. Я в восторге от этих напитков, и я их прямо с удовольствием отфотографирую, запомню и захочу себе их потом где-нибудь найти. Потрясающе, потрясающе. Мне нравится и дизайн, мне нравится вкус, мне нравится цена. В общем, друзья мои, это прям для меня открытие, какой сегодня, 23-го года, мы много всякое перепробовали, но очень-очень необычно, что-то новое, очень вкусное, очень достойное. Я вам счастлива, спасибо, спасибо, классно. Друзья, чтобы подытожить, хочется сказать все то же самое, естественно, что и в первом ролике, пейте только качественные напитки, любите виски, и виски обязательно полюбят вас, найдет отклик в вашем сердечке. А мы... Не напиться ради, а дегустация, да. Да, естественно, для дегустации... Пейте меру, пейте ответственно, как бадим. Мы в то же время для вас будем привозить все новые и новые интересные релизы, которые найдут отклик в вашем сердце. Давай, мне понравилось с тобой снимать. Давай, еще приводи интересные образцы, мы еще третий снимем, но как будто нам надо договариваться на еще какой-то один релиз. Еще на три, да. Я думаю, у тебя много разных образцов, да? Естественно. А я должен выделить себе какой-то, да? Давай, давай, кстати, почему бы нет? Выдели, ты выделил фаворитов в прошлом ролике, выдели в этом. Какой тебе больше всего понравился? Прикинь, а я не могу. Очень сложно. Я не могу, прикинь. Давай тот, который больше всего удивил. Потому что понравились все, а которые удивили. Ну, смотри, вот этот, при том, что он мне очень нравится, он офигенно вкусный, я бы сказал, ну, потому что я люблю дымные виски, и многие любят дымные виски, это вообще ни для кого секрет. Он не удивил меня, он офигенно вкусный, классный, крутой. Подтвердил любовь. Он подтвердил, да, он крутой, но не удивил. Потому что этот очень сбалансированный, классный, ну, как будто в нем чего-то не хватает, а вот здесь, при всей его простоте и сладости, как будто я соскучился по вот таким вкусам. Не хватает. Как будто бы молотозелено, знаешь, такое. Как будто мне, да, хочется туда в юность, в лето, а сейчас осень и дожди, и как будто мне вот это вот больше в это время года. Но я честно скажу, каждый из них особенно хорош. Вот нельзя выделить прям что-то. Все, друзья, давайте заканчивать, потому что увидите каждый, берите каждый, пробуйте. Никакой из этих троих вас абсолютно не разочарует. Это находка года. Ну, а если вы пробовали, вдруг такое есть, я, конечно, сомневаюсь, но вдруг среди наших подписчиков есть те, кто пробовали. Напишите свое мнение в комментариях, давайте подискутируем. Я думаю, Илья в комментарии тоже присоединится и, может быть, поотвечает на ваши комментарии. Вот. Будем тебя ждать, да, в комментариях. И пейте в меру, пейте ответственно. Все, спасибо, пока-пока. Комментарии, лайки, подписки. Пока, спасибо тебе за ролик. Классно, вкусно. Фух, фух, жарко. Действительно, да. Второй ролик тяжелее, как будто бы идет. Ну, мне очень понравилось, правда. Я без всякого сахара. Слушай, сейчас, вот сейчас пойдет тяжелое артиллерия. Четыре. Четыре. Сорок шесть, сорок шесть, сорок шесть и пятьдесят восемь. Как говорится, вот сейчас пойдет любимая жена. Мне Широков сказал, Илья, у тебя до хрена брендов, найди любимую жену. Вот сейчас пойдет любимая жена. Я об этом скажу обязательно. Сами попробуй что-нибудь, а. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова